МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работы архивных спектаклей, но, слава богу, сейчас это и есть, можно увидеть благодаря интернету, и текущая работа, которая, я думаю, далась вам и большим трудом, и с большим, не знаю, уверен, что удовольствием. Дорогая Елена Сергеевна, очень известная пьеса, немыслимо, что пролетела почти 40 лет со дня премьеры, кажется, что это было совсем недавно, Людмила Разумовская. Была ли это любовь с первого взгляда? Нет, не была. Я знаю за собой такую вещь, когда мне предлагают, предложил мне Константин Аркач, а не Володя Жуков, поэтому я... Это режиссер спектакля Владимира Жукова. Володя Жуков, да, это режиссер спектакля, выпускник Камы Гинкоса. И когда он мне предложил, ну, в общем, я доверяю ему вкусу, доверяю тому, что если он предлагает мне, то, ну, наверное, это стоит. Пьесу я помнила, потому что она была тогда и на слуху, и я была молодая. Это был такой знаменитый фильм Эльдара Александровича Рязанова. И, ну, достаточно... По тем временам этот фильм был хороший. Вот. Но мне казалось, что все-таки, вот вспоминая так, что на берегу, что это все-таки как-то немножко старомодно. Уже ушли те проблемы, уже как-то жизнь поменялась, и слишком много мы в этой жизни знаем, чего не знали тогда, в те времена. И то, что было плохое, сейчас это уже, в общем-то, и неплохое. И так мне казалось по первопутку. А потом уже, когда я начала репетировать, я поняла, что пьеса не бытовая, и все проблемы, которые там в ней поднимаются, они, в общем-то, имеют место быть в любое время. Но тем удивительнее, что совсем молодой режиссер, совсем молодой, он младшая премьера тогдашней на 10 лет, он действительно что-то почувствовал, вынюхал и заставил, в общем, вот таких избалованных хорошими ролями артистов, таких как вы, поверить в то, что это действительно сегодня будет актуально. Так оно и произошло. Там не совсем такая история была. Там вообще было как-то более прозаично и в то же время как-то более неожиданно. Потому что потом выяснилось на банкете, что, оказывается, эту пьесу не совсем он хотел брать, а хотел взять тот парень, который играет у нас Володю. И эта пьеса ему нравилась вообще с юношеских лет. И, в общем, он ему и предложил, что чего бы тебе не сделает дипломный спектакль. На что он откликнулся и, конечно, сказал, кстати, Аркадьевич, и вот так эта цепочка изгрудилась. Ну, об этом широко как-то вещалось, говорилось, потому что в марте месяце, 27 марта этого года, все были напуганы, все позакрывалось. Но вы онлайн сделали премьеру, и была огромная аудитория для театра. Ни один театральный зал не может вместить, 12 тысяч человек в прямом эфире смотрели этот спектакль. Но сколько вы уже сыграли спектаклей? Три, да, получается? Мало. Но за то, каких каждый спектакль драгоценен, потому что вы были в Петербурге, насколько я знаю, и там были такие встречи, о которых, наверное, очень интересно было бы услышать. Ну, конечно, мы ждали Людмилу Разумовскую, и она пришла, и, конечно, мне было важно, что она скажет. Она оказалась совершенно нечистолюбивым человеком, она оказалась человеком живым. И вообще, когда мы спросили, насколько ее убедил спектакль, она сказала, что это имеет место быть, но у нее всегда есть своя точка зрения, которую она так активно не выражает. Она сказала, что, в общем, этот спектакль имеет место быть в постановке любого режиссера, кто берется, она достаточно спокойно относится к тому, что текст марается, текст выбрасывается, нетрепетно относится, потому что, в общем, ей тоже важна, как живому человеку, канва. И, конечно, если есть какие-то вещи, которые нас смущают, то мы вправе могли выбрасывать, и она с этим внутри, я думаю, что была согласна. И, как бы, судя по ее реакции, по-моему, спектакль ей понравился. Ну, смею думать так. Любой разбор пьесы, театр так устроен, что нужно собраться и начать задавать вопросы. Кто такая Елена Сергеевна? Что это за человек? Вот какие для вас вопросы остались открытыми, может быть? В процессе, опять же, подготовки я все время соизмеряла ее с собой. Я человек такой старой формации, в общем, не совсем современной. И, конечно, я сопоставляла. Но я более гибкая, я не такая прямолинейная. Я могу где-то наступить себе на горло и не сказать свое слово. И таким образом, в сопоставлении с ней, я поняла, что между нами огромная пропасть. Такие люди есть. Они имеют смелость, благодаря каким-то обстоятельствам, обостренным обстоятельствам, быть честными перед самим собой. Это не значит, что она какая-то очень... В ней есть такие моменты, которые хочется равняться в критические, я думаю, моменты жизни. Не всегда вспоминаешь таких людей. Иногда они очень раздражают. Я так думаю. Потому что, когда... Ну, бывают обстоятельства, когда в данном случае можно было бы как-то гибче разрешить эту проблему. Такие люди выступают, и такие люди говорят там про то, что это хорошо, это плохо, это черное, это белое. Ты думаешь, они достигают своей цели или нет? Ну, думаю, что это дорогого стоит. При этом она не ходячий плакат. То есть это не транспарант, где написано «Я права». Есть два мнения. Мое правильное и ваше неправильное. Нет, она в какой-то степени не ходячий такой транспарант. В какой-то степени да. Давайте напомним нашим зрителям, собственно, коллизию. В чем там конфликт? Как приходят поздравить учительницу старших классов ученики? Симпатичные ребята, молодые, такие умные. Но дальше выясняется, что не только это повод их прихода. А что? Дальше выясняется, что за этим стоит просто банальное какое-то их желание, чтобы она им исправила оценки. То есть закрыла глаза тогда, когда они подменяют свои работы. Она жульничала. Просто жульничала. И, в общем, это, конечно, ее сначала... Ну, это только начало этой истории, а потом уже этот конфликт развивается. Она сама не ожидает, куда они зайдут. И никто не ожидает, в какой тупик они придут. Как бы интерес этой пьесы в том, что куда они развиваются. Ну, естественно, с ними она. Насколько она им противостоит, насколько они... Меняются. Ну, да, меняются. Сами того не ожидая. Конечно, у них есть эта сумасшедшая сексуальная такая подростковая энергия. Когда либо так, либо никак. И, конечно, у них есть лидер, который введет их всех. Немножко это как бы четверо ребят. Один из них лидер. И трое из них представители такой толпы. Они сами не ведают, что творят. Но так как он под эту просьбу еще какую-то идею втолковывает, конечно, он их тоже как-то очень сильно разогревает этим самым. Что не совсем, не так уж и просто они приходят. Они приходят, ну что мы такого сделали? Ну что, мы только просим, чтобы вы нам там поставили, подменили вот эти работы. А за этими работами идет следующий этап, когда говорит она, нет, 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 этого не будет. Они ее не выпускают из дома. Потом они обрывают ее телефон. Потом они, потом она пытается поговорить с Ляли, которая с этой девочкой. По нарастающей, по нарастающей. По нарастающей, по нарастающей. То есть там совершенно глухая стена. И они никакие обстоятельства, ни жизни, ни ее какие-то особенности они не учитывают. Конечно, безумно интересно, как зрители реагируют спустя, вот повторю, 40 лет после премьеры спектакля. И если тогда, в 80-х годах, мне кажется, какие-то идеалы присутствовали, кто-то во что-то верил, может быть, так иллюзорно. Вот интересно, как сейчас молодые зрители реагируют, что в них меняется вместе с персонажами по ходу пьесы. Но это так, это размышлизм. Мы, конечно, этого знать не можем. Но это очень интересно. Я просто хочу закончить разговор о дорогой Елене Сергеевне тем, как, конечно, как счастливо сложились обстоятельства, что вы фактически в своей гастроли в Санкт-Петербурге играли в тех стенах, где 40 лет назад была премьера. Да, это театр тогда Ленинского комсомола, Ленинградский театр, а сейчас это Балдом. И да и команда, в общем, да, Сергей Григорьевич Шуб и Спивак. В общем, конечно, удивительное стечение, просто удивительно. Здорово, здорово. Я хочу вспомнить еще один спектакль. Он связан с Антоном Павловичем Чеховым, Ваня и Соня, и Маша, и Гвоздь, американский автор, Кристофер Дюранг. И вы играете в этом спектакле, у вас там совершенно потрясающая команда, партнеры ваши. И как в данном случае это перекликается с вашей потрясающей, на мой взгляд, работой. Это Елена Андреевна в спектакле Кончаловского Андрея Сергеевича на сцене театра Моссовета. Я считаю, что это просто одна из, ну, может быть, лучшая Елена Андреевна, которую я когда-либо видел. И я хочу вам сказать огромное спасибо. Да, огромное спасибо. Но вот Чехов на этом повороте глазами американского автора, с учетом тех персонажей, которые в американской действительности настолько очарованы героями Чехова, что пытаются жить как дядя Ваня, Соня и так далее, и так далее. Насколько для вас эта работа легка после того, как вы действительно всерьез занимались с Кончаловским и не только Чеховым? Так трудно говорить, легка и нелегка. Мне нравится этот спектакль. Мне нравится спектакль, мне нравится работа, мне нравятся партнеры. И поэтому, ну, чудно, когда есть такой материал, вроде бы как это и Чехов. Не Чехов, а вроде бы как и Чехов. И одновременно ты как-то участвуешь в том, что автор это все вывел в какую-то современность. Она достаточно с юмором, это все написанное. И мне кажется, мы так и играем. И в то же время придаем ту такую щемящую, какую-то такую чеховскую ноту. Осознание своей собственной, никчемности своей собственной жизни. Но вот моя героиня, и что там дороже ее родных, о которых она думала так вскользь по своей жизни, вот она как-то пришла к тому, что дороже их у нее никого нет. Это как-то все любопытно. Константин Аркадьевич Райкин поставил этот спектакль. Тут он как творец выступает, но иногда он работает как палач. Несчадно, исключая из репертуара спектакли. Мы, в общем, с вами прекрасно знаем, да и многие зрители слышали о том, что вот есть семь дней в неделю, поэтому вот должно быть семь спектаклей на месяц. Так, чтобы каждый спектакль, ну, два, три, четыре раза в месяц обязательно играл. Вы когда-нибудь умоляли вас со слезами не убивать дитя? Я не по поводу своих спектаклей, я по поводу других спектаклей. У нас был спектакль «Юра Бутулсова-Макбет», мне безумно нравился. Но я одна из тех, которая смотрела семь раз, но есть люди, которые смотрели 27 раз этот спектакль. И мы вот в какой-то момент там пришли к нему или говорили ему там на ушко, или как бы подходили и просили, пожалуйста, не снимать этот спектакль, потому что это, ну, шедевр. Мне кажется, и до сих пор, если бы он шел, это было бы, ну, такое украшение репертуара нашего театра. Мне некоторые спектакли очень жалко, да, даже в тех, которых я не играла. И «Чайка», например, вот идет у нас сколько, вы смотрели? Да, да. Да, «Чайка», но с моей точки зрения это тоже замечательный спектакль. И они невозможно редко его играют, и, конечно же, хочется, чтобы он как можно дольше прожил. Или там «Ричард Третий». Мне кажется, что это тоже был замечательный спектакль, мог бы идти до сих пор. Ну, великолептор и гоносец, друзья, посмотрите, это сейчас есть, еще раз повторю, такая возможность, посмотрите, это, конечно, тоже абсолютный шедевр. Сейчас спектакли вообще идут редко, поэтому давайте друг другу пожелаем, чтобы мы счастливо вместе с нашими зрителями пережили эти времена. И, наконец-то, появилась возможность набивать полные залы, чтобы висели на люстрах, и артисты чувствовали себя счастливыми вместе со зрителями. Дай бог, дай бог. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Наталья Вдовина сегодня в главной роли, театр «Сетей иконы». Мы говорили о премьере пьесы «Дорогая Елена Сергеевна» в этом театре замечательном. Обязательно увидимся. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok